привет девочки в этом видео я хочу рассказать как я вижу вот такие подставки в них заложены ну такие бы основы до которые в дальнейшем если вы новичок помогут вам в вязание корзин с круглым дно коврика вы сможете сделать для ску края научитесь вязать жгут который в дальнейшем сможете применять допустим в сумках как ремешок на плечевой ну либо же какая-то утяжка поэтому маленький но удаленький так скажем в тот и вязание по кругу столбиками в раскол идеальный круг основы круга бесшовное вязание по кругу поэтому очень будем сейчас учиться вязать по материалам сейчас я вам сразу расскажу берите любую трикотажную пряжу которую у вас есть дома хорошо если это будет 40 50 грамм но это запасом по им надобиться меньше немножко но 40 50 грамм пускай у вас будет любой трикотажной пряжи я еще нитку вытягиваю вы можете этого не делать это просто вот ну я так привыкла работать с трикотажной пряжей для того чтобы вот нитка в дальнейшем как бы не растягивалась еще больше конечно в подставках она не растянется никакого давления нет это просто вот моя привычка я вытягиваю нитку бусто ролик или моток и сматываю в клубки вот значит трикотажная пряжа 40 50 грамм крючок номер шесть если вы вяжете достаточно свободно и размашисто можете взять и пятерку дальше игла с большим ушком либо крючок меньшего размера для того чтобы кончики прятать но и ножницы для того чтобы обрезать кончики начинаем вязать наш круг с кольца амигуруми обхватываем ладонь вернее связываю так ниточкой пропускаем крючок под первую нитку захватываем вторую и вытаскиваем ее через первую вот у нас видите получается петля руку можем освободить уже немножечко перекрестить его так чтобы такая вот петля у вас получилось и провяжем это у нас первый столбик без накида дальше в кольцо вяжем еще один столбик 3 4 старайтесь вязать здесь по свободней чтобы было попроще входить в раскол этого первого ряда 4 провязали 5 и последний 6 столбик без накида косичек у нас должно получиться 5 раз два три 4 5 столбиков у нас 6 вот наш первый столбик и дальше 2 3 4 5 и 6 высвободили петлю вернее крючок из петли немножечко протащили и вот за этот кончик будем тянуть сейчас смыкая наше кольцо так все сделали нету никакой дурочки уже значит отлично это был наш первый ряд но будем его считать нулевым это такой наборочный наборочный ряд его так называем когда мы набираем необходимое количество начальных петель что мы делаем сейчас сейчас нам нужно соединить наше кольцо наш кружок и перейти уже на следующий ряд но будем его считать первым это 0 соединяем и так вот видим нашу первую косичку заводим крючок сзади под косичку петлю переводим вот сюда и захватываем крючком и выводим ее назад вот таким образом теперь нам нужно как бы накинуть вот эту петлю накинуть на наш круг вот так вот мы вывели назад петлю немножко вытянули и вот вот видите как она вот и лежит на мы ее просто сюда вот переводим вот сюда вот этот наш кончик который мы затягивали вы его высвободите из этой петли чтобы он не затянулся потом обрежем вот сюда вот высвобождаем его все а теперь вам просто тянем перед петлей вот немножко потянули теперь за петлю вот заходим и тянем вот с этой стороны вот она видите куда уходит немножко под косичку все теперь тянем за петлей мы таким образом соединили ряд вот что у нас получилось и так вяжем второй ряд ну а точнее 1 этот же мы считаем нулевым рядом здесь у нас было 6 столбиков без накида в первом ряда у нас будет будут прибавки мы будем идти на расширение будем делать в каждую петлю предыдущего ряда провязывать по 2 столбика без накида вот наша первая косичка так первая косичка и вот наш столбик куда мы должны провязать первую прибавку сзади она выглядит вот так здесь шляпка и две ножки крючок должен пройти между двумя ножками значит вы сделаете все правильно и выправят вы прошли как бы в расколотой петли вытягиваем петлю и провязываем это первый столбик без накида в это же место проходим вытаскиваем и провязываем второй столбик без накида это наша первая прибавка вот второй столбик так вот вяжем один и два 1 2 что получается обязательно следите чтобы вы правильно вязали именно в раскол чтобы петли в полотне ложились уже красиво и ровно вот мы сделали 4 прибавки вот видите 1 2 3 4 5 прибавка вот 5 столбик тут ножка немножко уходит от этого даже проще делать так и 6 прибавка вот здесь всегда немножко тяжеловато пройти именно в раскол и провязать в нужное место поэтому ну вот постарайтесь все таки найти этот столбик чтобы сюда провязать вот 1 и 2 вот в первом ряду в нулевом когда мы набирали петли мы это делали свободно тем самым облегчили себе задачу проходить раскол этих предыдущих столбиков предыдущего ряда так вот мы провязали с вами первый ряд с прибавками у нас получилось 12 столбиков без накида но косичек 11 помним у нас всегда будет косичек на одну меньше чем столбиков потому что мы будем уже при соединении ряда закрытии ряда да мы будем как бы имитировать эту косичку но это конечно не имитация далеко это просто соединение ряда тем самым образуя косичку но нам здесь по сути косички не нужны они нам нужны вернее 1 такой нужно когда мы делаем соединитель ну соединение рядом так мы провязываем все в раскол столбиков поэтому на косички мы внимание не обращают но как обращаем только когда считаем все ли верно мы сделали по прибавкам все мы провязали нас получилось 12 столбиков без накида вот хорошо у нас видны наши прибавки вот 1 2 3 4 5 6 вот наш нашу первая косичка как и в нулевом ряду делаем завозим крючок сзади петлю переводим на эту сторону и выводим ее назад потянули немного и вот как она лежит так мы ее и обворачиваем вокруг круга вот так вот этот вот кончик ночь высвобождаем и затягиваем сейчас этой стороны потом сюда переходим эти петли осмыкается и уходит немного под косичку или же потерянем вытянем эту нитку все сейчас за этот кончик мы немного потянем чтобы кольцо наше сомкнулось и было без дырочек вот такая красота нас получается вяжем второй ряд с прибавками в этом ряду мы прибавки будем чередовать для того чтобы наш круг равномерно и правильно расширялся значит последовательность такая вяжем один столбик без накида следующую петлю вяжем 2 столбика без накида в одну петлю дальше 1 столбик без накида 2 столбика без накида в одну петлю 1 2 в одну петлю и так мы будем вязать до конца ряда и выйдем на 18 столбиков без накида вот первая косичка вот первый столбик в раскол проходим и провязываем 1 столбик без накида следующую петлю 2 столбика без накида дальше 1 следующую 2 и так вяжем до конца ряда встречаемся на соединении вот я провязала второй ряд у меня получилось 18 столбиков без накида и 17 косичек делаем соединение немного вытаскиваем петлю заводим крючок сзади под первую косичку переводим петлю к крючку и вытаскиваем ее затянули обошли круг в кончик освободили и тянем здесь здесь и здесь так теперь вяжем третий ряд с прибавками в этом ряду мы будем прибавки чередовать через два столбика без накида то есть мы уже будем вязать 1 1 2 1 1 2 1 1 2 и так до конца ряда у нас должно получиться 24 столбика без накида еще когда мы вяжем раскол удобно смотреть куда мы делаем прибавки исходя из предыдущих прибавок да вы смотрите вот у нас прибавка предыдущего ряда вот она видно хорошо это одинарный столбик дальше нет прибавка значит так мы будем с вами чередовать прибавки и вот у нас получается мы будем часть двух столбиков до одинарных вот в эти прибавки мы будем провязывать 11 это у нас первые одинарные столбики 11 а в одинарную мы провяжем два столбика дальше 11 дальше 2 это такая еще один дополнительный такой фактор на что можно обращать внимание как делать прибавки вот наша первая прибавка вяжем то эту первую петлю вяжем один столбик дальше вяжем 2 2 столбик вот так дальше делаем прибавку в одинарный столбик предыдущего ряда 1 и сюда же 2 дальше 1 1 ибо сюда 2 вот что получается так вяжем до конца ряда встречаемся на соединении я провязала третий ряд у меня получилось 24 столбика без накида на этом я закончу расширение круга такого диаметра вполне достаточно для подставки вы можете сделать ее больше если есть такое желание для того чтобы дальше расширить круг в следующем ряду вы будете делать прибавку через три столбика без накида тем самым вы выйдете на 30 столбиков без накида и уже можете проделать те же манипуляции что мы будем делать сейчас для того чтобы сделать подставку в принципе в интернете очень много схем круга как они вяжутся вот именно вот эти вот правила там через сколько делать прибавку поэтому я думаю что дополнительно можете еще с ознакомиться если эта информация вам будет мало и так вот мы вышли на нужный диаметр и сейчас будем делать обвязку края для того чтобы как бы обработать края это называю чтобы он был ровный и именно такой законченный вид здесь мы уже соединять ряд не будем вот первая косичка проходим под ней вытаскиваем нить и проводим не через петлю это первый соединительный столбик дальше вторая косичка выводим нить вперед и протаскиваем через петлю второй столбик соединительный через петлю 3 под косичку и через петлю 4 вот что у нас получается все и так мы делаем до конца ряда обвязываем вот этот край ночь так все вяжем до конца ряда самостоятельно так вот мне осталось провязать два соединительных столбика вот последний наша прибавка предыдущего ряда это вот и есть последние наши петли которые нам нужно обработать вот 1 и сюда 2 все мы сделали обвязку что мы делаем сейчас сейчас мы будем вязать ушки вот закончили обвязку так вот первый соединительный столбик проходим под верхнюю стенку косички 8 дальше идем но вот мы прям упираемся вот сюда вот в эту петлю ее мы подхватываем так и проводим ниточку вперед у нас две петли на крючке и мы провяжем вместе вот так видите на здесь получился столбик мы делаем накид проходим в раскол этого столбика и вот здесь смотрите видите вот ножка это да мы крючок выводим каждый с правой стороны этой ножки ножка слева остается и захватываем нить выводим ее вперед у нас три петли на крючке это все должно быть такое свободно да не надо это переживать зажимать и эти все три петли мы провяжем за один раз вот так это первый ряд ушка нашего до дальше делаем накид так вы смотрите вот первая петля на то что у нас была вторая и третья вот между 1 и 2 мы проходим вот сюда вот так между 1 2 пришли вытащили нить и 3 провязали вместе так сделали накид вот косичка это да ну вот вы между 1 2 когда проходите получается эту косичка она у вас эта косичка новость на крючке вот она там вот прям вот эта косичка на крючке всем вытащили нить 3 вместе провязали сделали накид между 1 2 тащили нить и провязали это мы сделали 4 да вот мы увидим вот это не считается это была наша подъемная петля вот 1 2 3 4 4 косички нас 4 ряда всего нам надо 9 провязать вяжем еще 5 накид между 1 между 1 и 2 и провязали 3 вместе 6 7 смотрите вы старайтесь чтобы вот эти вот нитки у вас тоже ложились ровно делаем накид проходим вот между 1 2 да и вот ниточку это как бы старайтесь это же аккуратно укладывать на жгутик чтобы она так покрасивее смотрелось 5 6 7 8 и последний это жгут у меня родился кстати вот именно в этих подставках я хотела сделать ушки я не знала как бы мне так красиво связать потому что обычная цепочка из воздушных петель смотрелось не очень и вот методом проб и ошибок так скажем не получился вот такой жгутик я не знаю как называется возможную кто-то его уже конечно же до меня придумал вот поэтому он очень такой плотный он не растягивается при давлении очень хорошего для сумок подходит мне нравится так что мы делаем сейчас 9 мы провязали мы с вами идем вот видите наша первая вот эта петля на которую в которой мы провязывали мы идем туда же откуда она вышла и как мы прикрепляемся соединительным столбиком все прикрепились я тут перекрутила немного еще раз покажу так вот петля вот петля в которую мы провязали вот наш первый этот ряда мы просто вот в это же место откуда выходит эта петля идем в это же место вот так и делаем соединительный столбик вот так все дальше вот еще одна соединительная следующая петля мы уже проходим внутрь внутренние и и вот вы вот сюда вот и вот сюда немножечко смещаясь вправо и выходим сзади вот так у нас должно быть выходим сзади делаем соединительный столбик 1 дальше проходим следующий столбик соединительный вот так проходим как и ранее мы это сделали так провязываем вытаскиваем петлю у нас две петли на крючке мы сейчас будем начинать делать второе ушко провязали 2 вместе сделали накид зашли в раскол этого столбика который у нас получился крючок вот справа этой ножки вытащили нить и провязали 3 вместе так накид между 1 2 им провязали вместе накид ниточку не забывайте чтобы она аккуратно ложилась у нас по краю она как бы сам хорошо ложится но периодически поправлять чтобы надо мне пригибал все и так вяжем 9 рядов пробежите просто я провязала 9 рядов ножку там делаю присоединение прохожу туда откуда у нас идет вот этот столбик 1 прохожу туда и присоединяюсь соединительной петлей все вытаскиваю нить не сильно много обрезаю вытаскиваю ее полностью все теперь мы будем прятать кончики выводим наш кончик назад и в произвольном порядке будем его прятать между столбиками здесь можно здесь крючок поменьше либо иголку и просто вот между столбиками в произвольном порядке выводим нитку проделали это несколько раз пристегнуть и отчинаю вот четвертую все и обрезаем прямо под корень обрезаем нитку потянем еще дают кончик обрежем его тоже под корень вот и все вот получилось у нас такой зайчик осталось только отпарить утюгом подставочку чтобы она была ровная плоская аккуратно все бежите зайчат таких используйте остатки своих ниток с нужным применением вот поэтому я очень рада что вы захотели их связать поэтому вяжите присылайте мне фотографии ваших работ я буду очень рада всем спасибо всем пока пока